Здравствуйте, я профессор Жаринов, и сегодня мы продолжаем наш разговор о ста великих книгах, без которых, я думаю, ни один человек не может считать себя образованным, потому что образование предполагает энциклопедичность, а эту энциклопедичность дают книги, каждая из тех книг, или почти каждая, которые так или иначе будут упомянуты здесь, они и претендуют на эту энциклопедичность. И сегодняшний наш, как говорят юристы, фигурант, это Данте Алигьери. Вот его портрет, вот его бюст. Это на самом деле авторская работа, это не какое-то сувенирное изделие. У него есть сертификат. Я привез его из Флоренции, причем он был там, где я его закупил, в единственном экземпляре, мне дали этот сертификат. И поэтому мы в какой-то степени можем представить себе, как мог выглядеть этот великий поэт 14 века. Родился, правда, он больше в середине 13 века, а умер в 1321 году, то есть во второе десятилетие уже 14 века. Но прежде чем мы будем говорить подробно о нем самом, о его биографии, о его творчестве и о великой поэме, божественной комедии, вот здесь лежит его первая часть, «Ад». Это книга сама по себе, антикварная. Ее можно купить в антикварном интернет-магазине. Тут прекрасные иллюстрации Доре. Она издана накануне начала Великой Отечественной войны в 1941 году. Это прекрасный перевод Лозинского, это лучший перевод Данте сейчас. Очень много других переводов продают. Я вам советую, берите только Лозинского, потому что Лозинский был прекрасный переводчик, он переводил и Данте, переводил и Шекспира. И он за перевод Данте получил ни много ни мало сталинскую премию. Тогда эти сталинские премии просто так не давали. Они были даже весомее, чем современная Нобелевская. Если уж не только не ловите меня на том, что я сталинист, я просто говорю о том, какое качество было у этих премий. И не случайно ему дали эту высокую награду, потому что это действительно образцовый перевод на русский язык. Данте пытался переводить Пушкин, но он перевел всего несколько песен, и дальше дело не пошло по разным причинам. А вот Лозинскому это удалось. Сейчас печатают очень странные переводы. На мой взгляд, по качеству уступающего перевода Лозинского объясняется все очень просто, потому что семья переводчика настояла на своих авторских правах, издателям не хочется платить большие деньги, и они идут по самому простому пути. На тебе, Боже, чё нам не гоже. Поэтому я говорю, найдите старое советское издание. Раньше издавали только в переводе Лозинского. Попытайтесь найти этот том, он украсит вашу библиотеку. Тем более, что из трех томов Данте, что уж греха таить, самой сильной частью является ад. У него есть три части. Ад, Чистилище, рай. Но прежде чем мы будем говорить конкретно об этой величайшей поэме, величайшей потому, что Божественная комедия Данте является культурным кодом всего Апеннинского полуострова, то есть всей Италии, по сути дела, написана она на тосканском наречии, то есть родной ареал, где возникает Божественная комедия. Это Тоскания, это Флоренция, ее окрестности. На этом наречии и на этой территории жило необычайно малое по количеству население, потому что вообще в XII-XIII веке людей не так много было на планете Земля, и в Европе в том числе. Как писал Пушкин, Данте искал язык своей великой поэмы на тосканских рынках. Действительно, его поэму мог прочитать любой грамотный современник, для этого даже не надо было знать и изучать латынь. В то время как в эпоху, в которой формировался Данте, как поэт, как мыслитель, как политический деятель, латынь была языком образованности. Если ты считал себя образованным и интеллектуалом, ты должен был знать латынь. Данте знал латынь, но пишет он почему-то на языке тосканских рынков. И это определяло особую популярность поэмы среди жителей Тоскании. Почему он это делает? Чуть позже мы попытаемся с этим разобраться. Там у него были свои мотивы, политические в основном. Еще одна маленькая вещь. Данте был забыт. И долгое время о нем никто не знал. Новая жизнь, воскрешение Данте произошло благодаря такому известному деятелю итальянского возрождения, как Боккаччо. Помните Боккаччо, де Камерон. Надеюсь, мы когда-нибудь и о нем поговорим. Именно Боккаччо открыл для себя Данте. Именно Боккаччо стал говорить Петрарко. А Петрарко был очень заносчивый человек, чистолюбивый человек, что, мол, до тебя уже был великий флорентиец. И Боккаччо был первым, выражаясь современным языком, пиар-менеджером великой поэмы Данте. И поэтому вклад Боккаччо трудно переоценить. Известно, что Боттичелли, известный художник, великий художник итальянского возрождения, создавал первые иллюстрации к божественной комедии Данте. Классическими иллюстрациями к божественной комедии является иллюстрация Гюстава Доре. В этом материале вы увидите некоторые из них, которые были взяты. Вот из этого как раз Тома. Повторюсь, его можно купить в интернет-магазине и поставить себе на полку. И если самого Данте, даже в переводе Лозинского, читать не очень легко, совсем нелегко, это только графоманские книжки легко читаются, книжки и процессы, о которых я говорил на прошлой лекции. А вообще серьезные книги требуют и сам процесс чтения, это очень серьезная работа. То, что в результате этой работы вы меняете свою сущность, а это стоит хоть какого-то труда и какого-то напряжения. И вот прежде чем, наверное, вчитаться в божественную комедию, понять, насколько великий этот текст, если вы дойдете до того, что поймете, что этот текст многое определяет в вашей судьбе, многое рассказывает о вас самих, произойдет такой очень интересный диалог с этим текстом, которому уже Бог знает сколько лет. Да? Потому что если мы живем сейчас в 21 веке, то это 14 век. Это порядка 700 лет назад. Это серьезный возраст. Но книга не утратила своей актуальности, своего значения. К ней все время обращаются. То, что к ней, ну, чтобы в нее войти, посмотрите иллюстрации. Иллюстрации Густава Дорре. Вот сами, когда достанете эту книгу, посмотрите, понаслаждайтесь этими иллюстрациями. Попробуйте показать их своему ребенку. Может быть, через иллюстрации он откроет для себя Данте, а потом возьмет и прочитает. Но еще раз говорю, только перевод Лозинского. Все остальные переводы не годятся никуда. Субтитры создавал DimaTorzok